Приветствую вас, друзья! Это канал Откровения, канал о вере в Иисуса Христа и в Его спасение. В этой программе попробуем поразмышлять над этапами пророчества, которые описаны в книге Откровения и которые касаются Церкви, то есть людей из всех народов, принявших и поверивших в Иисуса как в Мессию и Спасителя, для стойкого понимания свидетельства Иисуса Христа, чтобы, как написано, соблюдать написанное в Нем. Потому что если не понимаешь, то как можно это соблюдать? Ведь в первой и последней главе этого духовного пророчества сказано «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в Нем, ибо время близко. Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Хочу напомнить, что вся книга Откровения – это пророческое видение, показанное любимому ученику и апостолу Иисуса Христа Иоанну, как принято считать примерно в 90-х годах первого века. Ему было сказано Иисусом «То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам». То есть это пророчество, вся книга Откровения и предназначена для Церкви, о чем сказано и в последней главе «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах». И еще Иоанну было сказано «Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». И Иоанн записал все, что ему было показано. Книга Откровения состоит из 22 глав, в которых описаны разные временные и исторические этапы, всего этого пророческого духовного видения. Иоанн описывает все, что он увидел, то, что есть, и то, что будет после этого. Этап «То, что есть» по отношению ко времени написания книги Откровения, примерно в 90-м году первого века, это зарождение Церкви Иисуса Христа и ее первое десятилетие существования, когда на апостолов сошел Святой Дух в день Пятидесятницы, и они стали свидетелями его, как сказано, в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. По отношению же к нашей сегодняшней жизни, этап «То, что есть» – это все время Церкви, начиная с ее рождения, с того праздника Пятидесятницы, и до сегодняшнего дня. В этой программе будут показаны семь основных этапов, которые показаны в Откровении и которые касаются именно Церкви, людей из всех народов. И основой для рассмотрения этих семи этапов станут обещания, данные Иисусом во второй и третьей главе, где Он обращается к семи по местным собраниям или церквям, существовавшим в первом веке в Малой Азии. Но в их лице, конечно, Он обращается ко всей Церкви в целом. Эти обещания даны побеждающим, тем людям, кто своей верой в Иисуса Христа победил этот мир, кто со времени рождения Церкви и до сегодняшнего дня побеждает этот мир своей верой, кто живет Христом и в ком живет Он. Эти обещания даны тем, кто при своей жизни на земле верил в скорое второе пришествие Христа и восстановление Его Царства, кто жил этой несгибаемой верой, жил и живет ожиданием Иисуса Христа. Итак, обещания Иисуса Церкви даны в каждом из семи посланий, и в этих обещаниях можно увидеть много интересных и важных моментов. В первом обещании к Эфесской Церкви сказано, «Имеющий ухода слышит, что Дух говорит Церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Это первое обещание касается самого последнего, описываемого в Откровении периода – Вечности. Именно в Вечности, в Новом Царстве Божием, которое названо Новым Иерусалимом, будет это Дерево Жизни, о чем Иоанн говорит в 21 и 22 главе. «И увидел я новое небо и новую землю, святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки Древо Жизни, 12 раз приносящие плоды, и листья дерева для исцеления народов». Именно об этом последнем этапе, описанном в книге Откровения, сказано в первом обещании к Церкви, что побеждающий достигнет вечного Божьего Царства, будет жить в этом новом Царстве, новом Иерусалиме, который сойдет с неба от Бога. То есть в первом обещании показан последний этап – вечность. По такому принципу обратной последовательности даны все семь обещаний. Поэтому мы начнем разбор с самого последнего, седьмого обещания, данного Лаодикийской Церкви, которое говорит о первом этапе для Церкви. Первый этап, обещанный Христом для побеждающей Церкви – это восхищение. В нем сказано, «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам». Это дух говорит Церкви. Побеждающему дано будет сесть на престоле Божием. В образе 24 старцев, сидящих на престолах, и показаны все восхищенные люди, все победители. Это видение описано в 4 главе Откровения, где Иоанн пишет, «И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые обличены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Это первое событие, первый этап, с которого начнется второе пришествие Мессии. «Сам Господь сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках навстречу Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Так всегда с Господом будем. Этого касается второй этап, или второе обещание Духа к побеждающему, данное Филадельфийской церкви. Это обещание охватывает период от восхищения и до вечного царства. «Побеждающего сделаю столпом, то есть основой, опорой, основанием, в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Восхищенные люди, посаженные на престолах, уже никогда не выйдут из небесного храма Божьего. На них будет написано имя самого Бога. Они станут основой, основанием всего возводимого нового царства, нового Иерусалима. Помните, как о нем сказано? «Великий город, святой Иерусалим, нисходил с неба от Бога». Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. «Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями, и дальше перечисляются, из каких драгоценных камней состоят эти 12 оснований». «Побеждающего сделаю столпом, то есть основанием, в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон». Дальше следующий этап обещаний «Побеждающий церкви». «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени Его из книги жизни, и исповедую имя Его пред Отцом моим и пред ангелами Его». Мне кажется, что это обещание может говорить о тех людях, о тех представителях церкви, кто не будет готов к восхищению, кто будет оставлен на земле на время великой скорби. Они облекутся в белые одежды только в это страшное время. Они будут свидетельствовать об Иисусе Христе в первую половину седмины и будут убиты за это свидетельство. Их касаются следующие места, показанные в 6 и 7 главе книги Откровения. «Я увидел поджертвенникам души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». И когда к середине седьмины их число станет полным, они показаны в образе великого множества людей, стоящих перед небесным престолом. «Великое множество людей из всех племен и колен и народов и языков стояло перед престолом в белых одеждах. Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За то, что в это страшное время они останутся верными Иисусу Христу, будут свидетельствовать о Нем и будут убиты за это, они омоют и убелят одежды свои. Их одежды станут белыми». Об этом и говорится в обращении к Сардийской церкви. «Бодрствуй! Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать. И дано обещание тем, кто только во время великой скорби станет побеждающим. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его». Несмотря на то, что те христиане, кто не бодрствует сегодня, не ожидает Иисуса, не верят в восхищение до начала судов и окажутся не готовым к восхищению, останутся на великую скорбь. Но им будет дан еще один шанс на спасение. «И только те из оставленных, кто омоет свои одежды свидетельством об Иисусе в это страшное время, кто останется верным Христу до конца своей жизни, окажутся в числе спасенных и стоящих перед небесным престолом Бога. Иисус исповедует имя их перед Отцом и не изгладит их имен из книги жизни». Следующий этап, четвертый. Прочитаем обещание побеждающему из послания Иисуса к Феатирской церкви. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю». Это обещание состоит из двух частей. В первой части говорится о том, что спасенные будут принимать участие в судах над теми оставшимися людьми, кто не поверит и не примет Христа, кто останется язычником по своей сути, кто поклонится зверю и примет его начертание. Помните, в 20 главе Откровения сказано «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить». Восхищенные люди, сидящие на престолах, получат право и будут участвовать в судах над этим миром и нераскаившимися людьми. Это о них было сказано. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Во второй части этого обещания сказано «И дам ему звезду утреннюю». Здесь, по всей вероятности, показан этап перехода в новое, тысячелетнее царство Мессии. Ведь утренняя звезда появляется при начале нового дня. Поэтому Иисус говорит «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Иисус и его новое царство есть звезда светлая и утренняя. Следующий этап пятый. Мы разберем, используя обещания, данные пергамской церкви. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Это обещание касается тысячелетнего царства Мессии, которое начнется уже по окончанию великой скорби и в которое войдут только оправданные его кровью люди, участники первого воскресения. Помните, как Иисус говорил иудеям, «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Идущий хлеб сей будет жить вовек». Пребывание в его тысячелетнем царстве – это и есть та сокровенная манна, которую Иисус обещает дать вкушать побеждающими. И еще белый камень он обещает дать, на котором написано новое имя. Белый камень здесь как образ полного оправдания. Такой обычай был в древности при проведении суда. Когда обвиняемый признавался невиновным, ему давался белый камень, а когда признавался виновным, то черный камень. Но в обещании сказано «дам ему белый камень», что и является полным обравданием всех тех, кто окажется побеждающим верой и кровью Иисуса Христа. В тысячелетнем царстве они станут законными наследниками, когда они из его невесты станут уже женой Агнца, о чем сказано в Откровении. Наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. Следующий шестой этап показан в обещании к Смирской церкви. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Этот шестой этап или период соответствует времени между тысячелетним царством Мессии и вечным царством, или новым Иерусалимом. Об этом сказано в 20 главе Откровения. Когда же окончится тысяча лет, произойдет суд у Великого Белого Престола над всеми мертвыми, после чего смерть и ад будут повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И Иисус обещает побеждающему, что он не будет судим у Великого Белого Престола, потому что побеждающий уже был полностью оправдан, о чем говорило предыдущее обещание. Поэтому над ним смерть вторая не будет иметь власти. И об этом же говорят слова «блажен и свят, имеющий участие в воскресении первого». Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с ним тысячу лет. И последний седьмой этап – это обещание, как уже говорилось в начале программы, к первой эфесской церкви, которая касается самого последнего периода, описанного в Откровении, вечного Божьего Царства со всеми спасенными. «Имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Древо жизни – это образ Христа, образ вечной жизни. И всем спасенным благодаря его жертве будет дано стать участниками вечности, будет дана вечная жизнь в совершенном царстве. «И ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». О вечном царстве и Павел говорит. «Как водами все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец – Христос, потом – Христовы, в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу. Ибо Ему надлежит царствовать, последний же враг – истребиться смерть. И да будет Бог все во всем». Это о вечности. И как еще сказано, верующий в Сына имеет жизнь вечную. Вот такие семь обещаний, семь этапов показаны нам, верной Церкви Иисуса Христа, Его невесте, в Великом Пророческом Слове, книги Откровения. Семь обещаний – от восхищения до вечности. И еще хочу обратить ваше внимание на одну очень интересную и важную деталь. Можно увидеть, что в последних четырех обещаниях слова «Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам» стоят после самого обещания. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Побеждающий облечется в белые одежды. Кто побеждает, тому дам власть над язычниками и дам ему звезду утреннюю». Как можно видеть, во всех этих обещаниях, которые еще касаются нашего века, слова «Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам» стоят после самого обещания. А в последующих трех обещаниях эти слова стоят до самого обещания, что может говорить уже о будущем веке, о тысячелетнем царстве, о второй смерти и о вечности. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень». «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Вот такие, на мой взгляд, важные и интересные наблюдения об особенностях семи обещаний, данных Иисусом Христом в своей церкви. Невесте всем побеждающим и бодрствующим, которая в последующем станет его законной женой и законной наследницей его совершенного царства. Будем же бодрствовать, верить в Иисуса Христа, с любовью и надеждой ожидать его пришествия и своего спасения. И, как сказано в последних строчках книги Откровений, «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин